Слава Богу, что нормальные христиане знают, что такое Новолуние, Новомесячие. Вот есть такое место Писания. Апостол Павел пишет Колосинам. Колосини – это не иудеи, это не послание евреям. Это нормальные христиане из язычников. И Колосини вдруг начали праздновать Шабаты. Начали праздновать Новомесячие. Шабот, Пейсах, Суккот. И в послании Колосинам говорится, что... Итак, никто-то не осуждает вас. Ну, говорится, не за пищу, не за питье, но и не за какой-нибудь праздник. Ни за храна, ни за питье, ни за никакой праздник. Ни за Новомесячие. Ни за Новолуние эту. Ни за Шаббат. Никто не осуждает. Никто не вилсышь, да? Зачем христианам праздновать эти праздники? И за какого христианства праздновать эти праздники? Что говорит Старый Завет? Какого говорит Старый Завет? Чтобы по уставу каждого дня приносить всесожжение по заповеди Моисеева, имеется в виду по закону Моисееву, по Торе, по Слову Божьему, в Шаббаты, в Новомесячие, в праздники три раза в год, в праздник опресноков. Ну, в оригинале там написано Гамоцот, это Пейсах. Первый день Пейсаха так празднуется, как Мацот, праздник Мацот. И в праздник Седмиц, это Гашавуот, Пятидесятница. Прообраз праздника Пятидесятницы. Праздник Кущи, это Гасукот. Сукот, еврейский праздник. То есть, обратите внимание, Новомесячие... Обратите внимание, то сейчас Новолуни эту. Новомесячие это не праздник. Не праздник. Но он стоит в перечне таких важных праздников, как Песох, Шавот, Сукот. В том числе и Шаббат, конечно. Спасибо за подсказку. Я вам скажу, что Песох, Шавот, Сукот, в Библии написано, что это завет вечный праздновать эти праздники. Подробно прописано, как их праздновать. И в эти праздники собирались все иудеи в Иерусалиме, в храме. И праздновали, приносили жертву за свои грехи. Именно вот этот обряд жертвоприношения за свои грехи был прообразом именно жертвы нашего Господа Ишуа Мессия. И понятно, Шаббат великий праздник, да? И ясно речи Шаббат и Великий праздник. Понятно, Шаббат, Сукот, Песох. Почему Новомесяч сейчас стоит в этом перечне? И за что Новолуния стоит за одностях? Следующий, пожалуйста, слайд. Вот смотрите, в другом месте Писания тоже говорится. Тогда из месяца в месяц, из субботы в субботу будет приходить всякая плоть пред лицом мое на поклонение, говорит Господь. Болгарский перевод более точный. В болгарском говорится и от Новомесяча до Новомесяча. И от Шаббата до Шаббата. Ну, тут весь смысл в том, что слово Ходыш или Ходаш, мы же читаем без огласовок, да? Оно означает два слова. И, во-первых, месяц, во-вторых, это Новомесяч. И в русском переводе там говорится из месяца в месяц. Ну, не совсем понятно. В болгарском четко говорится, что мой народ будет приходить от Новомесяча в Новомесяч. И от Шаббата до Шаббата на поклонение. Вот представляете, рядом с Шаббатом стоит Новомесяч. Что это за праздник? Следующий, пожалуйста. Вот поразмышляйте, пожалуйста. Знаете, у нас не хотелось бы сразу говорить какой-то готовый ответ. Потому что на самом деле это дискуссия. Надо, не надо. Вы знаете, иногда, вот я сам, я себя вспоминаю. Когда-то я был в нормальной церкви и был бизнесменом. И мне было жалко времени, знаете, в воскресенье уделить, поехать на богослужение. Думаю, опять воскресенье, опять на богослужение, опять потеряю несколько часов. А тут еще евреи придумали, надо праздновать Шаббат, еще и пятницу вечером. А тут еще и какое-то Новомесячье. Поразмышляйте, пожалуйста. Замеслитесь. И пришлите, пожалуйста, свои ответы. Нам очень важно ваше мнение. Следующий, пожалуйста, слайд. И смотрите ваши отговоры. Много не важно ваше мнение. В любом из вайберов, в любом из мессенджеров, вайбер, ватсап. Пришлите, пожалуйста, свои ответы или вопросы, если у вас возникнут. Пожалуйста, присылайте. Чтобы у нас была какая-то с вами обратная связь. Дай мне обратно в Рыск. Дело в том, что проверяйте, пожалуйста, меня. Вообще проверяйте, что вы слышите по Библии, по слову Божьему. И всичку какую-то чуете, спорит Божье это слово. Следующий, пожалуйста, слайд. Я вам расскажу, как празднуют Новомесячье. Честно скажу, не все немессианские евреи, не ортодоксальные евреи, ортодоксальные бочины, но не все евреи празднуют Новомесячье. Расскажи, как и правильно, но я вам расскажу, как это происходит. Еврейские месяцы не совсем совпадают с обычным календарем. Вот мы видим, сейчас у нас месяц Шват. Когда Тевет закончился, в Тевет у нас заканчивалась у нас Ханука. И когда начинался Шват, 23 января, очень легко, когда мы следим за календарем, когда мы отмечаем, что вот начался новый месяц, мы задаем себе вопрос, а что в этом месяце нас ожидает? Если задаем вопрос, какого они учаковали в тот месяц? Нас ожидает, во-первых, это был 27 января, международный день памяти жертв Холокоста. 28-го шаббат, 28-го шаббат, ну шаббат, кстати, начался 27-го, интересно, да? Започнуло на 27-го. 27-го именно. Что мы закончили, когда мы почтили память жертв Холокоста, начался шаббат, и мы его отмечали и радовались. 28-го, 29-го международная молитва против антисемитизма и нацизма. Потом опять шаббат, опять пятница, опять суббота. Потом 6-го февраля, 15-го швата, туби-шват. Скоро, 6-го февраля, скоро будет большой праздник, туби-шват. О нем два слова я тоже скажу. Туби-шват. 11-го февраля шаббат, 18-го, 5-го шаббат. И на Единая Си, 18-го февраля, вот новый шаббат. Вы знаете, я смотрю на еврейский календарь, смотрю сплошные праздники. И глядом еврейский календарь, саму праздник Сима. Дело в том, что есть такая заповедь, постоянно радуйтесь. Постоянно до сирадваны. Иногда трудно радоваться, особенно в наше время, когда свистят сирены. И по някому не сложно до сирадваны, на вечерку готовы. Какие-то взрывы, где-то что-то горит в городе. Но когда у вас в календаре есть праздник, есть заповедь, что соблюдайте шаббат, что приходите ко мне на поклонение в Новомесяч, в шаббат, в праздники. Поверьте мне, радоваться гораздо легче. Следующий, пожалуйста, слайд. И что такое Тубешват? Тубешват – это еврейский праздник, празднуется, он так в переводе, 15-й день месяца Шват. Еще он называется Рошашана. Рошашана, помните, наверное, да? Это Новый год. Это Новый год. Лайла Нот – это Новый год деревьев. Казалось бы, что это за праздник, да? Евреи придумали. Новый год деревьев. Мало нам новых годов, да? По старому стилю, по новому стилю. Тут еще какой-то Новый год деревьев. Еще Рошашана. Это, опять же, повод не просто праздновать и радоваться, и поклоняться Богу. Это повод да се радваме и да се покланяме на Господь. В этом большой есть смысл. В това има голям смысл. Следующий, пожалуйста, слайд. Мы напоминаем себе, что вообще символ дерева в еврейской традиции это очень сильный символ. Мы напоминаем себе, что мы как дерево, когда мы в правильном положении перед Богом, мы как дерево посажено у потока, вот. И лист, которого не вянет, да? И все, что мы не делаем, успеем. Чтобы быть как дерево, посажено у потока, вот надо что. Блажен человек, в законе Господа воля его, и о законе размышляет он день и ночь. Ну, имеется в виду закон, лучше читать на языке оригинала. Там говорится слово Тора, оно обозначает Библия, Библия, Слово Божье. Когда в Слове Божьем воля его. Важное место Писания. Кто-то может сказать, это же Старый Завет. Псалома, Танаха, это не Новый Завет. Тва не Новый Завет. Следующий, пожалуйста, слайд. Вот смотрите, наш Господь что сказал? Вот, кстати, это параллель с Псалмом, с этим Первым Псалмом. Как показывал наш Господь, тут ему параллель со Псалмом. Я есмь лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не прибудет во мне, извергнется вон, как в ветви засохнет. Такие ветви собирают, бросают в огонь, они сгорают. Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Опять, смотрите, мы читаем Библию справа налево. Читаем Библию от дясну налево по еврейски. Вот смотрите, важно, чтобы слова Божьи в нас прибывали. И важно думать на Господа, приподвать во в нас. Это не напоминает, да, Первый Псалм, что в Законе, в Слове Божьем, воля Его и о Законе, о Торе, размышляет, он день и ночь. Напомни за Первый Псалм, когда это указывает, что воля-то Его в Закону. Очень важно, день и ночь. Много мест Писаний таких подобных. Много сравнений с деревом. И Новый год деревьев, на самом деле, это очень важный праздник, чтобы укореняться. Как дерево укореняется корнями, и нам укореняться в Слове Божьем, и быть таким деревом, которое приносит плоды. Следующий, пожалуйста, слайд. Ну, по поводу Тубишвата, я надеюсь, кто-то меня еще видит, да? Надявамся, я очень, что не могу видеть. Если вы хотите попробовать, что такое Новомесяще, что такое еврейский праздник, приходите к нам на Тубишват, заповедайте на Тубишват. В субботу это будет Тубишватний Шаббат. Приходите в субботу, пятницу на РФ Шаббат. Можете написать, у кого есть интерес, можете написать в мессенджер. Еще один день, который мы на самом деле этот день не забываем. Таких несколько дней, которые напоминают человечество о катастрофе, о том, что 27 января, 45-го года был освобожден концлагерь Аушвиц или Освенцим, в котором было уничтожено 1,1 миллиона евреев. Мы напоминаем в этот день всему миру о том, что была ситуация не так давно, когда 6 миллионов евреев, 25% ромов, огромное количество людей, по мнению нацистов, неполноценных, было уничтожено. Дело в том, что когда мы я родился в Советском Союзе, и никто никогда не говорил про эти даты, и когда люди вырастают в атмосфере, в атмосфере обмана, и когда люди вырастают в атмосфере каких-то ложных идеалов, не на Божьем основании, не върху Божието основание, в атмосфере, в среде таких людей, в средата на такива хора, очень легко рождается ненависть, много лесно ненависть к другим людям, которые либо думают по-другому, либо верят по-другому, либо живут по-другому, либо говорят по-другому, или говорят по-другому. И вот представьте, 6 миллионов евреев было убито просто так, за то, что они евреи. Евреи са были убити просто так, за что-то са евреи. Ну, чтобы было более понятно, в Болгарии сейчас примерно 6 миллионов людей живет. Из Адонистани, поясную, в Болгарии сегодня около 6 миллионов хоров, включая нас с вами. Вот представьте, всех нас вдруг сейчас заходят люди какие-то, в чинели, загружают нас в машины, в вагоны и отправляют в концлагерь. 6 миллионов человек. 6 миллионов хоров. Давайте мы задумаемся немножко. И вот во время этой минуты молчания Сергею мы дадим слово, и во время минуты молчания прозвучит песня, такой гимн покаяния, такой гимн молитва евреев, обращение к Богу, молитва о спасении, о прощении и за спасение. Перед вами на экране это марш жизни. Перед вас на экране видите марш на животе. Когда вы гуляли по Варне, вы часто видели, наверное, этот памятник, его нехорошо видно. Здесь расхожили, во Варне, явно, частости видели тоже памятник. Он недалеко от в Варне община находится. И мы решили все прийти туда, сделали объявление для всех желающих, кто хочет присоединиться. К нам несколько человек подходило, разные. Один человек подошел и сказал, вы знаете, я знал лично человека, который зашел туда, в этот ансвенцин. Эти слова, они мне как-то попали в душу, потому что песню, которую я сейчас хочу исполнить, ее написали примерно же в это время. Были два друга скрипача, еврея, имало два моприятеля цегулари, евреи, и когда нацисты услышали, что союзники должны напасть и освободить лагеря, они начали убивать большое количество людей. Так получилось, что один скрипач остался, а второго повели в печь. В этот момент тот, который остался, увидел дым из печи, его переполнили чувства, и он напишет слова к песне, помилуйся, над всем Израилем, смилуйся над своим городом Иерусалимом, над местом Сионом, твое сметое место, где находится, смилуйся над домом Давидова, оттуда должен произойти Машея, Мессия, смилуйся над домом твоим большим, величественным, который свят, смилуйся. Я перевел дословно песню, которую хочу сейчас вспомнить. Привет, доказа, песен, кое-то искам да избея. КОНЕЦ Иерусалим, 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 Иерусалим. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аплодисменты Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok ДimaTorzok Давайте еще раз поаплодируем Господу 50 тысяч много это или мало на фоне 6 миллионов Вроде бы не сильно много, да? На самом деле это огромное количество Вы знаете, когда мы говорим вот эти цифры, мы привыкаем И мы забываем о ценности жизни каждого О том, что каждая жизнь ценна И Господь написано, что Он хочет, чтобы каждый не погиб, но имел жизнь вечную Искав всякий един от нас, да не загиню, но да има вечен живот Поэтому нам и дано великое поручение И за това имаме великое поручение Идти И учить И участвовать в этом Божьем спасении Божьем плане спасения людей Чтобы ни одна живая душа не погибла За да не загиня ни одна живая душа Но имела жизнь вечную Следующий, пожалуйста, слайд Вот удивительно 6 миллионов евреев это третья часть Третья часть Я читал Читал Книгу Нобелевского лауреата Который прошел через концентрационный лагерь И вот удивительно Ну, он после концентрационного лагеря Он уже потом, позднее стал Нобелевским лауреатом И вот он писал Что меня очень коснулось Что он несколько раз стоял в очереди к яме Че няколко пыти заставал в опашка за огнена яма Не все концентрационные лагеря были цивилизованными Не всички лагеря са били цивилизованными Если можно так сказать То есть не во всех были газовые печи Не во всички е имало газовые печи Он писал, что там была просто огромная яма Той имал, че там е имала голяма дубка В которой горел огонь И людей просто туда сбрасывал И хората просто са ги хвылили там И вот он говорит, что Только чудо, говорит, меня спасло Божье Когда кто-то из верующих людей евреев Когато някои от верующих хора евреи Обращался к Богу Се обръщал к Господа Читал молитву Шма Израэль И чел молитва Шма Израэль Этот процесс Эта очередь друг останавливалась И их возвращали в барак Очень важно Хотел бы призвать всех Кто смотрит сейчас Ну и конечно же Тех, кто здесь в церкви Кто еще не посмотрел Посмотрите какой-то фильм про Холокост И напомните себе И напомните своим друзьям, близким Нам очень важна эта память Много и важно за нас Важна память ради нашего будущего Да си вспомними Зароди наше будущее Чтобы Подобное не произошло В наших странах В наших семьях Вы знаете, когда в прошлом году Мы участвовали в таком марше мира И когда-то минул это година Участвовали в подобен марш на мира Тогда еще не было войны И главный раввин И главный раввин Украина Говорил о том, что На Украине оказывал Никто не застрахован От того, что придет диктатор И вдруг решит Что он имеет право Отнимать жизнь У других людей В соседней стране Для меня это казалось фантастика Но наша жизнь Сегодняшняя Показывает, что Это далеко не фантастика Поэтому Нам всем очень важно Молиться Против антисемитизма И нацизма Очень важно Только Бог может защитить нас Само Господь может Да ни запази Несмотря на то Антисемитизм Это страшная вещь Антисемитизм Это много страшно нечто Это 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 Одно из проявлений Духа Антихриста И Это именно То, что позволяет Антихристу Разделять и властвовать Следующий Пожалуйста Следующий Антисемитизм Это бунт Против Бога Сам наш Господь Иисус Христос Сказал Вы не знаете Чему кланитесь А мы знаем Чему кланяемся Ибо спасение От иудеев Казалось бы Как может быть Спасение от иудеев Это Только Бог Спасает Только Бог Прилагает Спасаемость Церкви Еще раз Призываю Всех Стараться читать Особенно Слова Нашего Господа На языке Оригинала Вот этот Предлог Эк Который здесь Стоит От иудеев Он потребляется В древнегреческом Со значением Движение Изнутри Кнаружи Как бы из источника Вовне Это можно перевести Как из От Или То есть Спасение Из иудеев От иудеев И С иудеями Нам важно Не забывать Что мы все С вами Верующие В Иисуса Христа Мы Суть Сыны Авраама И Все Мы Иудеи По духу Об этом В том числе Говорит Это место Писания Наш Господь Иисус Христос Он На сто Процентов Человек И на сто Процентов Бог И Вот эти Сто Процентов Человека Это Сто Процент Еврей Все Наши Апостолы Включая Великого Апостола Язычников Шауль Или Павел Тоже Евреи Сто Процент Случайно Это Или Нет Поразмышляйте Пожалуйста Следующий Спасение Тесно Связано С поклонением Ну Поразмышляйте Сейчас у нас Нет времени На тему Говорить Много Связано С поклонением Поклонение В духе Истине Скажу так Приходите К нам На Тубешват Шаббат Идайте При нас На шаббат Вы Увидите Как поклоняются Господу Евреи Видите Как все поклоняются На Господа Евреи Так Следующий Пожалуйста 28 29 Января Сегодня Какой у нас 29 Януар 29 Да Вместе 29 Вчера Когда шаббат Закончился Мы Молились На международной Молитве Против антисемитизма И Молились На международной Молитве В среду антисемитизма Сегодня Она продолжается В церквях На воскресных Богослужениях В неделе Антислужения В баптистской церкви В том числе Вы видели Что в марше жизни Участвовали И православные И баптисты И представители Нашей интернациональной церкви И представители На нашей интернациональной церкви И Я бы хотел Кто У кого возникло Вдруг желание Помолиться Против антисемитизма И нацизма Вот По этой ссылке Была запись Вчерашней Международной молитвы На вчерашней Молитве Вы можете Можете присоединиться К этой молитве Через запись Можете присоединиться Ко мне Через този запись Следующий Пожалуйста Мы сейчас Будем иметь Возможность Помолиться Против антисемитизма И нацизма Учитывая Что спасение Как мы увидели В Библии В Божьем плане Спасение Очень важна роль Иудеев Почему? Потому что Господь обещал Аврааму Что в тебе Опять же мы читаем Справа налево С конца Что в тебе Благословятся Все племена Земные То есть Через иудеев Вы получите Спасение Через иудеев Вы получите Машеха Ишуа Мессию Амин И вы получите Возможность Спасения Именно поэтому Враг Рода Человеческого Очень ненавидит Иврея При этом Авраам Обещал Господь Обещал Аврааму Благословляющих Тебя Благословлю Проклинающих Тебя Проклину Еще раз С большим Поклоном Благодарю Болгарский Народ За спасение Почти Пятидесяти Тысяч Евреев Но очень Важно Очень Важно Осознать Признать Что Болгарский Скажем Часть Болгарского Народа Возможно Наши родственники Каким-то Образом Участвовали В Холокосте И Косвенно Участвовали В уничтожении Евреев Когда Во время Второй Мировой Войны Гитлеровцы Через Болгарию Захватили Грецию Македонию Сербия В знак Благодарности Они отдали Передали Болгарии Територии Територии Которые Болгария Считала Своими На которой Жили Болгари И в том числе Жили Евреи Включ Вкин Евреи Ну это Часть территории Беломорья Греции Частная территория Это на Беломорье Греце Фракийская Македония Сейчас это Северная Македония Северная Македония Сербия Город Тирот Град Тирот К сожалению За сожаление Часть болгарского народа Принимала участие Болгарские народы Принимала участие Как бы это сказать В транзите В переправке 11 Скажем так В переправке 11 343 еврея Которые жили На этих территориях В переправке В концентрационные лагеря В Израиле Есть такой музей Холокоста Яд Вашем В Израиле Музей на Холокоста В котором посчитан Каждый погибший еврей В концентрационные лагеря И задокументирована Гибель 11 тысяч 343 Евреев Именно с этих территориях Которые были Во время Второй мировой войны Под контрол на Болгарии Поэтому очень важно Во-первых Исследовать себя Как написано в Библии Господи Помоги мне Исследовать мое сердце Не на опасном ли я пути Помоги Господь Исследовать наше сердце Нет ли у нас Проявление Антисемитизма Шовинизм Аксенофобия И някакви других Ништа И очень важно Искоренять И очень важно Покаяние В этом Искоренять в себе Эти корни И да примахваме В себе си Тези корени Еще очень важно Следующий пожалуйста И много важно Очень важно Господь Господь Сказал нам Что он Благословляет Верных ему Мужей Божих Детей Божьих До тысячного рода Но наказывает Вину Наказывает детей За вину отцов До третьего Или четвертого рода Очень важно Исследовать В своих семьях Нет ли у вас Родственников Которые принимали Участие В актах Антисемитизма Холокоста И важно Просить Прощения И важно Домолим Запрошка Молиться Досимолим О восстановлении Вашего рода За восстановление На наш народ И очищение От всяких Последствий За причиствование От всяких Последий Этих Этого духа Антисемитизма Антисемитизма Поэтому мы сейчас С вами Приклоним Наши головы Приклоним Главите си И вознесем Молитву И ще Изречем Молитва Кто хочет Конечно Кто не хочет Не молитва Което иска Разбира се Дорогой Наш Господь Скъпи Наши Господь Помоги нам Изследвать Наше сердце Молим Да ни помогнеш Да изследваме Сърцето си Если есть Какие-либо Проявления Ако имаме Ако имаме Някакви Прояви Антисемитизма На антисемитизма Холокост Холокост Ксенофобии Шавинизма Шавинизм И других Нечистих Духов А Мой Очисти Освети Нас Крою Твоей Святой Духом Твоим Божьим Духом Святим Удали Всякие Последствия Удали Всякакви Последицы Удали Всякие Всякие Проклятия Примахни Всякакви Проклятия За проявления Антисемитизма И других Нечистых Духов Во всем Нашем Роде Особенно Прадедушек Дедушек Бабушек Мамы Папы Прарудни Тени Прошу и молю Тебя И ты моля Дорогой Господь Скопи Господь Помилуй Нашу Нашу Страну Украину Украину Болгарию Болгария Россию Руссия Все наши Страны Помилуй Помилуй Освободи Освободи От этих Тягот Антисемитизма Останови Всякие Проявления Антисемитизма В наших Странах Антисемитизма В нашей Державе Очисти Причисти Освяти Освяти Нашу землю Нашто земя И раскрывай В наших Странах И раскрывай В нашей Державе Твою Божью Победу Твоя Божия Победа Твоё Божье Пробуждение Твоё Божье Пробуждение Твоё Спасение Всех Наших Граждан На Всички Тени Граждан Прошу и Молю Тебя Останови Эту Войну Как Проявление Духа Антихриста Благослови Благословляем Россию Российскую Федерацию Благословляем Путина Благословляем Всех Войнов Благословляем Всички Войници От Тази Страна И с нашей И с той Страны Всех Война Прошу и Молю Тебя Иви Свою Славу Иви Свою Слава Иви Свои Чудеса В жизни Всех Этих Воинов Всех Этих Лиц Принимающих Решения В Военкоматах В Правительствах Правительству И Пусть Воцарится Твоя Божья Любовь Твой Божий Шалом Божий Я Я Как Представитель Еврейского Народа Я Скотую Представитель Еврейский Народ Прошу О раскрытии О раскрытии Прощения 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 И наполни Наполни Жизнь Каждого Еврея Каждого Родственника Жертв Антисемитизм И Холокоста Наполни Собой Своей Любовью Благодатью И Милост Прошу И молю Тебя За всех Людей Кто Сейчас Участвует В проявлениях Антисемитизма Во всем Мире Прости Господи Они Не Знают Как Усынови И Объедини И С Нашей С Нашей Драгоценной Божьей Семьей Прими Их В тело Твое И Прими В Твое Те На И Шо Меси Во Имя Нашего Господа И Шо Меси И И С Амин Амин Да Слава Нашему Господу Спасибо Дорогой Наш Ебесный Папочка И Хочу Чтобы В наших Жизнях Во всех Наших Жизнях Наших Братьев И Сестер Наших Родных Раскрывалось Раскрывалось Раскрывались Твои еврейские Благословения Твои еврейские Благословения Во всех Нас Раскрывалось Осознание Что мы Суть Сыны Авраама Что мы Все В теле И Шо Меси Еврейского Маши На еврейская Что мы Все Иудеи По духу И В жизни Каждого Из Наших Родных И Близь Раскрывалось Твоё Ароново Благословение Евереха Адонай Вишмереха Евереха Пановелеха Вихунека Иса Адонай Адонай Пановелеха Ви Адонай Пановелеха Шалом Шалом Да благословит нас всех Господь Всех наших родных и близких И сохранит нас И близкие Да не запази Да Презрит нас Господь Светлым лицом своим И помилует вас Да Презрит нас Господь Светлое лицо Своё И подарит нам Свою Божью веру Своё божественное здоровье И исцеление Своё божественное здоровье И исцеление Свой покров Свою шахину Свою шахину Защиту и охрану Своё заштито И свой божий шалом И свой божий шалом Божью полноту Божья полнота Бешем Большой брат Николай Сейчас я хотел бы Предоставить Слово для свидетелей